всем привет сегодня приготовим сарма кто никогда не пробовал обязательно попробуйте обещаю вы получите неимоверное удовольствие от сарма я сейчас вам покажу наш семейный рецепт который покорил не одну душу гурмана и для вас родных все покажу все расскажу ну что поехали ингредиенты все сочное все мощно ну конечно у нас получится вкусненькие сармушечки как и в других блюдах ингредиенты имеют большую роль так что берем все свежее все натуральное количество ингредиентов я напишу в описании под видео ну и в процессе буду рассказывать а что нужно показать буду показывать для начала нарежем лук я уже почистил помыл осталось его нарезать на мелкие кубики лука положим много я ложу на один килограмм фарша пол килограмма лука лук придать сочность армия так что не жалейте лука вложите смело режем пополам лишнее убираем а теперь вот так ну вот вот так у вас должно получиться все лук готов высыпаем в миску теперь нарежем помидоры тоже режем на мелкие кубики все готово тоже в миску теперь давайте положим фарш фарш у меня говяжий с жиром жира примерно 20 процентов перемешаем уже фарш красавчик сейчас сюда добавим морковки вообще будет супер давайте теперь закинем специи будет классно я вам обещаю и хорошо перемешаем теперь натерем морковки две морковки хватит с головой часть морковки возьмем для зажарки вот столько хватит теперь можно положить рис но сначала нужно помыть моем три раза меняя воду чтобы смыть рисовый крахмал все рис помыли можно добавить в общую массу соль полторы столовые ложки с головой хватит все теперь перемешаем смотрите какой фарш получился красиво будет еще и вкусный я вам обещаю все фарш готов теперь давайте обжарим морковь наливаем 100 грамм оливкового масла у кого нету оливкового масла спокойно замените подсолнечное после того как масло согрелось кидаем морковь и немного обжарим я знаю что многие не делают зажарку но мы готовим так нам очень нравится все готово сильно зажарю прям не надо слегка и все теперь начнем закручивать сами сармушки берем лист виноградный ложим фарш немного загибаем края и закручиваем все первое готово смотрите аккуратная красивая сарма делаем дальше и еще самое главное вот внутренние сторона листа вот наружные ложим снутри опять фарш загибаем и закручиваем все готово и еще один нюанс листья у меня свои консервированные соли в листьях нет но листья с рынка бывают очень пересолены это те которые продаются на рассвес те листья которые в банке должны быть не соленые лучше берите листья в банках а еще лучше заготавливайте сами потому что даже в банках коммерсанты делают на отвале собирают старые листья и конечно он будет жесткий хоть как его не варить если вам интересно пишите в комментариях показать ли свой рецепт заготовки листья все накрутили смотрите какая гора получилась сармушек сочных мощных юго-восточных все перекладываем в кастрюлю все перекладываем в кастрюлю наливаем водички чтобы покрыл полностью видите сарма сплыла чтобы притопить сарма нужно положить тарелку все включаем огонь закрываем крышкой ждем когда закипит вода закипела теперь нужно засечь время через 35 минут будет готово огонь делаем небольшой если у вас листья жесткие то нужно готовить больше примерно 40 минут и закроем крышкой кульминационный момент предвкушение зашкаливает ой какой аромат супер убираем тарелку это просто шедевр это просто прелесть аккуратно выкладываем в тарелку и сейчас будем дегустировать ребята делайте по этому рецепту этот рецепт проверены и одобрены моими тремя детками сарма в нашей семье одно из любимых блюд всегда желанное всегда жданное на наших столе вот ребятки все готово украсила я сарма лимончиком и маслинами соус у меня от их ссылку на рецепт оставлю в описании под видео и томатный соус давайте попробуем что получилось томатный соус бомба вот смотрите внутри все сварилось в норме и мясо и рис это правильно подобранное количество ингредиентов теперь в хатых превосходно а сарма запьем язмой ссылку на рецепт тоже оставлю в описании под видео если вам понравился мой видео рецепт ставьте лайк ваши отзывы стимулируют меня на еще большую работу чтобы создавать для вас родных видео шедевры и делиться лучшими рецептами ну конечно ребята подписывайтесь и жмите на колокольчик и вы всегда будете в курсе наших новых рецептов конечно пишите комментарии это все помогает мне развивать мой канал заранее всем благодарен всем пока до новых встреч удачи жизни всегда с вами готовьте с нами до новых встреч